Улицу Королёва перекрыли, машины не пускали. Так местные жители выражают свой протест. По их словам, хотят привлечь внимание к незаконной застройке зелёной зоны. На месте событий побывала Олеся Повар. Сегодня утром жители улицы Королёва перекрыли дорогу. Так, по их словам, они пытаются привлечь внимание властей к незаконной застройке зелёной зоны. Вот четыре дома, у которых практически нет дворов. Значит, у нас место дворов внутри квартальной дороги. Здесь был зелёный газон, на котором мы отдыхали, который в летнее время нас спасал от жары, от пыли, от всего, чего угодно. Теперь участок обнесён забором и на его месте строится аптека. Как утверждают жильцы, незаконно. Они говорят, что её возводят даже по ночам, что мешает людям спать. По словам местных жителей, милиция и вовсе на стороне застройщика. Почему? Для поддержания спокойствия в городе у нас милиции нет, а для охраны незаконного объекта у нас милиция есть. На протест жильцов приехала самооборона. В случае бездействия милиции пообещали снести забор. Если вы будете закрывать на это глаза и помогать здесь строить, мы будем это делать. Я вам ещё раз говорю, если вы не понимаете нормального языка, если вы не понимаете, как работает закон, значит, мы будем законом. Застройщик, в свою очередь, говорит, что проблем с документами нет. И указанный участок компания «Мастер-проект» взяла в аренду ещё в 2002-м, сроком на 49 лет. А все протесты, по словам её представителей, устраивают конкуренты. За общественностью стоят конкретные люди, которые пытаются разрешить свои, там, за счёт граждан, ну, как бы, решить свои вопросы. Это бывший собственник всем известного альянса Сергей Кононов и сеть аптек «Анкор». В прокуратуре заявили, что срок аренды давно истёк, а компания пользуется землёй не по назначению. По договору часть земли должна быть для благоустройства на Королёв 56, то есть там озеленение и прочего. А часть для обслуживания, эксплуатации одноэтажного офиса. Но, опять же таки, она не по целевому используется, там и там, и там ведётся как бы строительство, начинается строительство. Прокуратура уже подала в суд на «Мастер-проект», чтобы вернуть участок громаде. Застройщик, в свою очередь, собирается отстаивать права на землю.